Такую картину можно наблюдать практически после каждого обеда. Еда становится отходами. Я питаюсь еще в пакетном допуске и я кушу уже до этого булочки. Они вкусные и с ними как-то быстро питаешься, быстро. Больше всего мне в школе нравится плохо. А меньше всего? Менее блютвора. Творожное спекарство. Работники школьных столовых пеняют на родителей учеников. Мол, дома кормят пельменями из магазинов, а потом дети нормальную еду невкусной называют. Я считаю, что мнение родителей складывается со слов детей. Дети приходят, говорят, что то или иное блюдо невкусное. И в этом случае я призываю родителей самим прийти в столовую, воочию посмотреть, как организовано питание и попробовать те блюда, которые готовят в школьной столовой. Но просто так попасть в школу нельзя. Вопросы безопасности, понятно. О нашем визите мы договаривались заранее, согласовывали место и время. Говорят, родителей пустят без проблем, но те боятся высказать свое мнение открыто. Мол, на детях потом отыграются. Вот и негодуют в интернете. Анонимно. Когда я училась в школе, еда была холодная и невкусная. И учителя заставляли доедать все до конца, даже если тебе еда совсем не нравится. Да, даже одиннадцатиклассников заставляли. Меня тоже в тринадцатом-четырнадцатом году. Но я не платил. За одну ложку каши с котлетой тысячи рублей. В школе через день дают то, что дети не едят. В итоге съедают кусок хлеба, пьют чай, а это уж точно на 50 рублей не тянет. Да если бы это питание было еще горячим, а то дети едят холодную еду. Какая может быть речь о правильном здоровом питании? А если кто и соглашается пообщаться с нами лично, то лишь при условии, что лицо его будет скрыто, а голос изменит. Такое чувство, будто речь идет не о школьных котлетах, а о чем-то сверхсекретном и опасном. Дело в том, что моя дочь, ученица третьего класса, не буду называть школу, сами понимаете, постоянно жалуют. Она не ест просто в школе, потому что какой-то неприятный запах. То ли мясо это, то ли не мясо. Непонятно из чего вообще готовят. Перед проверками почему-то детей, ребятишек начинают кормить. Мое мнение, их предупреждают о проверках, поэтому пища становится совершенно другая. Решила я сама попробовать. Пришла в школу, значит, хотела купить, чтобы отнести в Роспотребнадзор. А, мне не продали. Тоже, да, почему вот вопрос возникает, почему так сделали. Чуть больше месяца назад произошло то, что еще больше отбило аппетит. Мясо в поданных тефтелях имело характерный красный цвет. Говорят, не дожарили. В управлении образования этот факт признали, сказав, что на комбинате, где готовят полуфабрикаты, оплошали. Выяснилось, что это были не котлеты, это были тефтели. Значит, мясо соединилось с горячим рисом. И в процессе несоответственно температурного режима, когда готовили массу, от этого и произошло. Но такого больше не будет, уверяют в компании, которая производит полуфабрикаты для школьных столовых. И с готовностью демонстрирует весь процесс. Вот в холодильнике висят мясные туши, здесь их разделывают. Полученный фарш смешивают с хлебом, луком добавляют соль и больше ничего. Никаких бычьих хвостов. Обращаясь к родителям, я бы хотел сказать, что не вся информация, которая до вас доводится, она не является правдивой. Поэтому даже присутствуя на родительских собраниях школьных, посещая эти собрания, многие родители были уверены в том, что еда привозится в готовом виде уже в школьные столовые, что не является достоверной информацией. Родителям предлагают выйти из тени и официально разрешают контролировать весь процесс производства. Может, тогда станет ясно, в чем кроется проблема. Сейчас Управление образования утверждает, что к культуру питания детям не прививают родители. А может, просто дети капризничают. Родители негодуют, что готовят их чадом не пойми из чего. Производитель полуфабрикатов разводит руками, говоря, что ориентируется на существующие стандарты. Вариантов много. Выбирайте, что больше по вкусу. Продолжение следует...